Привет, мои студенты! В свое время, когда начал строиться коллайдер, некоторые ученые, в том числе и даже такие специалисты, как говорится, среднего звена, как я, обращали внимание на то, что на Земле, существует определенная граница по плотности энергии, то есть выше этой границы переходить нельзя, поскольку опасность для Экологии и Земли будет необратимой. Эта плотность энергии рассчитывается не так сложно рассчитать, но во всяком случае многие уже посчитали эту плотность. Опостались, что коллайдер превзойдет эту плотность, но, к счастью, это не произошло. Коллайдер, как известно, был предназначен для открытия частицы базона Хикса, который еще Лебенц, гениальный Лебенц, называл Монадой. Почему-то ее Хиксом начали называть, но это, я думаю, исторически неправильно, потому что приоритет принадлежит в идее этой частицы великому Лебенцу. Вот поэтому, когда строился коллайдер и огромные были на него расходы, было предложение такое от нас исходило, что лучше построить такие коллайдеры, но другого типа, где-нибудь в стороне Земли, чтобы не превысить плотность допустимой энергии для прорыва, для образования черной дыры. Ту энергии, которая необходима для образования черной дыры, чтобы ее не превысить. Необходимо проводить статистический вентер в космосе, удовольствием, как говорится, дадим. И была предложена схема одноразовых источников сверху высоких энергий, так называемые взрывные коллайдеры. В предложении по этому вопросу были направлены в свое время, они были направлены в нашу Академию наук и в США, соответственно. Поскольку наши Академии наук и мне не ответили, мне письмо, мне обращение по этому вопросу, поэтому пришлось направить в США, где наука развивается довольствие активно. И следят за развитием налогов, и за кадрами наук и следят. Вот поэтому аналоги взрывных коллайдеров существуют. Эта идея была сахара, он производил магнитный генератор. Ну, одна дальше у Академика Фортова разработала эту идею, дальше дальнейшее развитие получил этой идеи сахара. И аналогично, значит, этому идее ВМГ, построена была схема такого одноразового взрывного коллайдера, где могли, капец, энергии быть такие, когда из вакуума начинают образовываться совершенно новые частицы. Вот схему эту я сейчас покажу. Вот она, эта схема. Схема, как сейчас я ее назвал, она очень подходит как схема антиастероидного боеприпаса, действие которого основана на, в принципе, взрывного активирования вакуума встречными термоядерными взрывами. Вытяг. Вот такая схема, значит, поясню я эту схему. Здесь имеется сферическая область, в центре под номером 7 обозначено. С шести сторон по координатным осям подходят боеприпасы. Это термоядерные заряды от одного до шести номера. Термоядерные заряды примерно с мощности 50-100 мегатонн противника. Ну, это фактически боеголовки, термоядерные боеголовки. Одновременно шляется подрыв, кумулятивно, энергии направляется внутри сферы. Сверя создается вакуум. Таким образом, заряды действуют внутри этой сферы, навстречу друг к другу, образуя очень высокую смотность энергии. Достаточно для того, чтобы образовывались новые частицы вакуума, и, может быть, достаточно для того, чтобы образовать черный друк. В эфире. Вот такая схема была предложена. Она гораздо экономичнее, чем коллайдер. То есть затраты на ее производство совсем примитивные. Но, как вот сегодня практика показывает, что эта же схема очень хорошо могла бы использоваться и для уничтожения крупных метеоритов, которые подлетают в зубе периодически. И в дальнейшем эта опасность будет все больше и больше. Метеориты будут все крупнее и крупнее. Вот таким образом вот эта схема позволит, ну, буквально превратить в небольшое солнышко этот метеорит. поскольку здесь плотность энергии будет такая, что она возможна для самоподдерживающейся реакции, которая образуется на слое вещества того метеорита. Самоподдерживающаяся реакции с выделением энергии, с генерацией энергии за счет массы этого тела, космического тела. То есть небольшое солнышко, то есть искусственное солнышко. Это значит от применения вот этой связки, которую уже вот в некоторых искусствах называют связкой магнитуры. Это как связка гранат. Все-таки такие гранат, но постольный готов к каждому этой гранату. Значит, метеоритная угроза, это от крупных метеоритов. Ну а от мелких метеоритов, конечно, необходимо применять, ну вот такие метеориты, как на Челябинске. Здесь я считаю, что все возможности сейчас, по крайней мере, когда была страна СССР, то эти возможности были все для того, чтобы этот метеорит поразить ракету. Понятно, это будет дорого, но стоимость будет, конечно, несопоставима с тем ущербом, который метеорит нанес, в частности Челябинске. Ну, мало того, что этот метеорит рождится, надо его еще, конечно, рассчитать в утре истории, хотя бы по трех точкам, как это, три точки, и все время следить за этим метеоритом. Ну, современная вычислительная техника, современная радиоакционная техника, которая радиоакционная действует сейчас от рентгеновского диапазона и до метрового диапазона, поэтому и К-диапазон и так далее. Эти позированные активные антенны и решетки позволяют отследить большое количество объектов. Ну, и астрономические, конечно, следствия оптического. Вот таким образом борьба состоит из определения орбит, определения параметров этого метеорита и выбора средств опорожения. Упавший метеорит на Челябинск можно вполне сравнить с боевым блоком, которые, в принципе, сейчас космос и летают и у американцев, и у других странах. У нас часто все эти боевые блоки разработали. Вот представьте, боевой блок прилетел, а у нас мы не встретили его. То есть мы даже не сообщили, ничего не было у нас известно об этом блоке. И при советской власти Павлово сплетели в Омегангбию. Но здесь произвел боевой блок, который, естественно, мог разрушить город. Еще бы немножко, и в Челябинске такового не было бы города. По крайней мере, вещер был бы колоссальный, в людских потерь, которые мы с измерениями. Таким образом, можно считать, что никакого противокосмического счета сейчас над Россией нет, средства оповещения нет, полная дезорганизация в этом вопросе. Ну и здесь, конечно, хочется отметить, что даже в интернете уже собирают подписи религиозные фанатики о том, чтобы запретить вообще астрономию, как-то так, чтобы астрономия вообще не преподавала в школах. Это вообще приходит в эти границы. Конечно, я не ставил перед собой цели заниматься политикой. Здесь читаю чисто научные вопросы, но в связи с такими событиями пришлось сориентироваться и высказать свои точки зрения, поэтому я считаю важного вопроса, который жизненный для страны, для обороны страны. Спасибо большое за внимание. Спасибо.